В этом видео вы узнаете, как сбросить лишний вес, не прилагая особых усилий. Какие продукты кушать, а от каких лучше отказаться. Какие привычки внедрить, а от каких лучше избавиться на корню. Как поддерживать себя в форме, помолодеть. Еще раз смотрим такие темы, как не болеть. И обязательно досмотрите это видео до конца. Будет мега полезное видео, информативное. Ну что вы готовы? Поехали! Привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, мне 42 года. И сегодня я хочу поделиться своим опытом, как сбросить лишний вес, не прилагая к этому усилию. Все это основано на моем личном опыте. Это не то, что я прочитал там в книгах и пересказываю вам. Для этого нужно выполнять элементарные базовые принципы. Начнем с самого начала, да? Чтобы похудеть, это начнем с привычек. Привычки у каждого разные. Сколько людей, столько и привычек. Они формируются в течении жизни и есть как вредные привычки, так и полезные. С чего нужно начать день? Первое, что вам нужно сделать, это когда вы просыпаетесь, выпить стакан теплой воды. Это обязательно. Многие люди не придерживаются этого простого правила. А зря, это очень важно. Наш организм состоит из 80% воды. Когда вы спите, организм обезвоживается. При пробуждении нужно пополнить эти запасы. Приток крови улучшается и идет жизненный процесс. Начиная день с чашки кофе, это тоже очень и очень плохо. Принимать пищу лучше через полчаса-час. И следующее, что я делаю, это небольшая медитация. Что такое медитация? Это успокоить ваш ум. Ваш ум можно сравнить с обезьяной. Почему обезьяной? Я думаю, вы неоднократно бывали в зоопарке. Если вы наблюдали за обезьяной, она постоянно в движении. Даже если она сидит, она чешет лапу за ухом, ухом, ногу и так далее. Прыгает, скачет, то есть постоянно хаотичное движение. То же самое делает ум. И вот для чего нужна медитация? Чтобы его немножко успокоить. Потому что он тоже хочет движение, делать то, 5-е, 10-е, 25-е. Вот в этом и кроется весь секрет медитации. Дальше переходим к физической активности. Выполняем разминку, растяжку, упражнения. Штанги, гантели не нужно поднимать. С утра это вообще не нужно, организм еще не проснулся. Но легкая активность обязательно должна быть. Это можно попрыгать на скакалке, прогуляться, если у вас позволяет, конечно же, время. Сделайте это своей привычкой. Поначалу это будет сложно, но потом это будет так легко и приятно. Ну и, конечно же, в итоге вы получите бонус. Это хорошее самочувствие, продуктивность, на работе, дома, отличное настроение. После этого вы можете завтракать. Очень много информации есть в интернете, выбрать завтраки, фитнес-каналов очень много. Что касается меня, я люблю больше каши, яблочко, там еще что-то, бананчик. Такие легкие завтраки. То, что любите вы, это дело ваше. Здесь самое главное, это приемы пищи. Я их делаю в 3 приема пищи. В 9 часов, к примеру, 1, в 2 часа 2 и в 6 последний прием пищи. То есть 3 приема пищи. Многие советуют перекусы делать, но этого нежелательно делать. Почему? Все очень просто. Когда вы делаете полноценный, утром вы позавтракали и остается у вас промежуток, вы начинаете, еще эта пища не переварилась, вы закидываете туда еще перекус, и оно там варится, брожение, и получается, пища не переваривается. В таком объеме вы не чувствуете тот голод, который должен быть. К обеду усиливается у вас огонь пищеварения. Вы можете интенсивнее что-то, допустим, покушать. Это может быть супчик, там второе. Все как обычно, мяско какое-то, то есть более плотно поесть. Ваша пища отлично переварится и усвоится. И третий прием, более легкий, любая. Я особо не акцентирую внимание на пище. Самое главное, это искоренить вредные привычки и убрать вредные продукты. Первое, что я сделал, это в 40 лет у меня пришло осознание, я вообще практически не пью, там выходные пиво, чипсы, вот такое. Там шампанского можно выпить, еще там праздники. Зачем я это делаю? Немножко удовольствие, там 20 минут, а остальное все это разрушительный процесс. И по накоплению вы один раз выпили ничего, но если вы в течение 20 лет будете это делать, это та же привычка, то вы получите результат. Это будет лишний вес, будет ухудшение здоровья и так далее и тому подобное. Так что я убрал полностью алкоголь в любом виде и чувствую себя отлично. И второе, что я убрал, которое действительно полнит, это привычка плохая вечером, кушать какие-то сладости, смотреть телевизор. Организм очень быстро к этому привыкает, ему хочется сладенького, поднимается уровень инсулина, скачок, ты вроде бы на пике покушал, потом слабость, сонность, вялость, усталость. Избавляться от этой привычки я убрал алкоголь из своей жизни и сладости. Печеньки, конфетки, все это убрал. Если чай, то без сахара. Все, что вам понадобится, это месяц продержаться, и тогда будет легче, точнее 28 дней. И тогда идет на спад, и вы уже спокойно сможете жить без этих вредных привычек. Чтобы полностью трансформировать себя, нужно придерживаться этих правил. За это время я скинул где-то около 20 килограмм, не напрягаясь, и что бы я ни кушал, вес только падает. Почему он падает? Потому что я не ем сладенькое, не ем вредную пищу, о которой мы поговорим далее, которую нужно исключить. Все остальное, вы кушаете мясо, или вы вегетарианец, это все оставляем. Это не важно. Питайтесь так, как вам удобно, как вы привыкли. Здесь не нужно ни от чего отказываться. Единственное, убрать все вредные продукты. Ну и, конечно же, искоренить привычки, которые мешают вам быть красивыми и энергичными. Когда вы идете в магазин, в супермаркет, лучше, конечно, составить список. Идти нужно, чтобы вы были сытыми, голодными. Ни в коем случае нельзя идти, потому что вы будете видеть все, брать все, и вот такой будет хаос. Это вы четко знаете структуру, взяли, что вам надо, и тогда проще вырабатывать эту привычку. Потому что если по памяти хочу то, хочу то, хочу это. При покупке продуктов, конечно же, обращайте внимание на сахар, который присутствует во всех продуктах. Смотрите на упаковке, читайте, старайтесь его минимизировать. Запомните эти самые вредные продукты. Это шоколадки, шоколадные батончики, вафли, все сладости. Лапша быстрого приготовления, мивины и так далее. Сахары, колбасы, консервы, попкорн, я думаю, многие любят кушать, бургеры и хот-доги, сладкие газировки и соки, кетчупы и майонезы, сахар и куча химии, алкоголь, то, что я говорил в начале, картошка фри и любые чипсы. Эти продукты лучше забыть навсегда. Но если его еще и не смотреть, во всех есть сахар, ароматизаторы, подсластители. Ваш организм привыкает к ним. На языке есть рецепторы вкусовые. Вот они их чувствуют, привыкают. И тогда уже вам хочется, хочется. И сколько бы вы ни съели, вы никогда этим не наедаетесь. Это все химия. Составлять сбалансированное питание, как я уже говорил. Найдите очень много есть в интернете. Фитнес-блогеры, они дают конкретно, какие завтраки вкусные, сытные. Последний прием пищи до 6 часов. И дать 3-4 часа, чтобы ваш организм поработал. Ни в коем случае не кушать на ночь. Поел и лег спать. Этого делать категорически нельзя. Все отложится у вас на боках. После того, как вы покушали, сходить на прогулку, прогуляться. Получасовая прогулка. Это может быть ходьба. Не обязательно бегать. Идти в норму. Сбросить лишние калории. Подышать кислородом, что очень важно. И так каждый день холодно, жарко. Все равно вы должны ходить. Ходьба помогает организму. 2-3-4 километра в день пройти. Это самое оно. Внедрив полезные привычки. Искоренив вредный алкоголь, курение. Убрав вредные продукты. Вы сразу увидите результат. Конечно же, это будет не в первые дни. Потому что это можно сравнить с тем, как вы пришли в зал. 40 минут или час позанимались. Встали перед зеркалом. Вы ничего там не увидите. То же самое будет и через месяц. Кто занимался, знает. Я тоже профессионально занимался гиревым спортом. 15 лет. То я вам скажу, что ты ничего не увидишь. Но результаты придут. Буквально полгода. И в течение года вы увидите отличный результат. Похудеете, отличная форма, красивое стройное тело. Если это вам, конечно же, нужно. Заряд энергии, бодрости, радости, счастья. Еще хочу поделиться, как вообще не болеть. Для этого нужно делать закаливание, умываться холодной водой. Ножки можно помочить. Контрастный душ делать. То есть горячей водой вы помылись. И 10-15 секунд переключили на холодную воду. Помылись холодной водой. То же самое, когда вы гуляете. В зимнюю пору, когда холодно. Это позволяет организму выработать иммунитет. И стать более устойчивой к перепадам температур. Потому что получается тени. Если вы мало гуляете. Все свое время проводите на работе. К примеру, в офисе. Приехали домой. Там телевизор. И на прогулки вы не ходите. Это как тепличное растение. И малейший перепад температур. Там насморк. Там простуда. Там еще что-то. А если вы будете гулять каждодневно. То организм. Плюс закаливание водой. Это я не говорю о том, что вам нужно лезть там в прорубь. Хотя я купаюсь очень часто. И в реке. В холодной. И зимой. Под холодным душем моюсь. Но этого делать не обязательно. Поможет ваш организм закалить. И сделать его здоровым. Но если уже вас что-то прихватило там насморк. Или еще что-то. Простуда только начинается. То, что я делаю. Это я уже говорил. У меня есть на канале. Вы можете посмотреть. Пол лимона. Порезали его со шкуркой. Ложка меда размешали. Съели половинку вечером. И половинку утром. День и простуда ваша сама пройдет. Без таблеток. Без химии. Это проверено. Я уже использую этот способ. Около 15 лет. Он работает безотказно. Возьмите его на заметку. Ударная доза витамина С. Сделает свое дело. Ну а так организм это сложнейшая машина. Которая способна исцелить себя сама. Но для этого нужно его поддерживать. То есть полезными продуктами. Прогулками. Кислородом. Убирать вредные привычки. И это все поможет вам отлично себя чувствовать. Держать себя в форме. Друзья, я надеюсь, мой личный опыт. Это видео, информация, которое вы здесь услышали. Поможет вам вернуть или обрести то тело, которое вы хотите видеть. Наполнить его энергией. Следовать этому плану. И добиться нужного результата. Друзья, если вам это видео срезонировало близко к сердцу. То лучшая благодарность для меня это. Поставьте этому видео лайк. Поделитесь с друзьями. Всем добра, удачи. Вперед к результату, к своей мечте. До новых встреч.